До начала автопробега считанные минуты. На парковке стадиона Ариана Химки полсотни машин, украшенных цветами и лентами. Десятки работников подмосковных ЗАГСов, готовых проехать десятки километров по маршрутам счастья, веры и любви. Это название акции, посвященной Дню Любви, Семьи и Верности. Ежегодно в регионе женятся около 65 тысяч пар. Все говорят, что во всем мире усилились процессы бракоразводные. Вот на территории Московской области, я так понимаю, что в Российской Федерации бракоразводные процессы не увеличились благодаря пандемии, а наоборот увеличилось количество регистрируемых пар. Участники автопробега рассаживаются по машинам и отправляются в путь. Колонна автомобилей организована, словно свадебный кортеж, следует до первого остановочного пункта всходня. Здесь живет одна из самых крепких пар химок. Виктор и Татьяна Михеевы в браке уже 55 лет. Друг друга храните, просим меня. Виновников торжества чествовали и дарили им подарки. Заместитель главы города Ирина Теслева передала поздравительные слова от главы химок. Невероятная семья, невероятная у нас сегодня невеста, 55 лет совместной жизни, красавица. Будьте счастливы. И я всей души передаю слова поздравления, большого уважения от нашего главы Дмитрия Владимировича Волошина. Лидеры движения общественной поддержки «Химке интересно жить» поблагодарили юбиляров за тот пример, который они подают молодежи. Они 55 лет прожили вместе. Это замечательное событие. И они пример. Пример для молодежи, для всех, кто живет. Любите, живите вместе, отдавайте каждую минуту своего сердца, тепла своего близкому человеку. И тогда все будет прекрасно. С праздником, дорогие друзья. Это семья дружная, много внуков, детей. И такой прекрасный дом. Это так гармонирует. И тепло всегда приходить в такие семьи. Хочется пожелать долгих лет жизни и поздравить их с этим замечательным праздником. Виктор и Татьяна познакомились, когда он, 23-летний студент, писал институтский диплом на заводе «Факел». А она, 20-летняя девушка, работала на расположенном поблизости энергомаше. На улице Татьяна спросила у Виктора время, поскольку боялась опоздать на работу. Спустя время была свадьба, появилось двое детей. А сегодня уже пять внуков и трое правнуков регулярно гостят у дедушки с бабушкой. По словам Виктора и Татьяны, секрет долгого брака длиною в жизнь прост. Общие интересы, поддержка и взаимоуважение, и, конечно же, любовь. Самое вот интересное, я хочу сказать, что нас очень и семью объединила, и нас, это наши походы байдарочные. Мы всю жизнь ходим в походы. Я же ведь смотрю, вот она, например, ну вот дня три-четыре назад. Смотрю, как-то она ходит, уставшая. Я говорю, знаешь что, давай мне, иди ляг, а я все сделаю сам. Вот. И она потом утром мне и говорит, ты все сделал, да. И это же все очень важно, понимаете? Надо уметь подставить плечо, быть настоящим, ну, опорой. Гости оставляют почетных супругов-химок и отправляются дальше по маршруту, который пройдет через Лобню, Королев-Мытищи и Сергиев-Посад, навстречу другим образцовым парам Подмосковья. Но, читая Михеевых, остается в окружении большой и дружной семьи, история которой началась больше полувека назад. С простых и банальных слов. Который час.